Это видео является логическим продолжением прошлого про четвертый волновик, где я развлекался как мог. Там, где я называл скорость звука скоростью воздуха и периодически засвечивал свой фейс. И вот там мы не договорились, какие же динамики нужно выбирать для четвертого волновика или для лабиринта. Потому что выбор динамика для такого оформления является очень важным моментом. Это канал Доктор Бас. Поехали! Итак, как я уже говорил в прошлом ролике, лабиринт не имеет за собой какого-то аккумулированного объема, в отличие от закрытого ящика или от любых портированных оформлений. И соответственно у него отсутствует вот эта самая подушка безопасности, роль которой выполнял воздух, который за динамиком, который в корпусе закрытого ящика или в объеме до порта, например, в фазоинверторе. Поэтому для четверть волновика нужен динамик с хорошим контролем или попросту тормозом. В данном случае характеристикой этой для динамика является полная добротность. Я сейчас не буду подробно останавливаться на этом параметре QTS, но если вам интересно, посмотрите в подсказках, я оставлю ролик про параметры телесмола простыми словами. Там в принципе доступно и понятно. Так вот, QTS характеризует то, насколько динамик быстро останавливается после пропадания сигнала. То есть, если взять, например, оттянуть диффузор, ну или подать сигнал на динамик и убрать сигнал, или отпустить, и вот динамик будет останавливаться. Чем быстрее он остановится, тем добротность будет ниже. Чем дольше он будет болтаться, тем она будет выше. Так вот, как раз динамики с низкой добротностью, или, грубо говоря, хорошо тормозящие, и подходят для четвертьволнового резонатора. И чем больше будет сад, тем больше для него нужен тормоз. Ну, то есть, другими словами, ниже QTS, или полная добротность. Это вот общее направление, но благодаря энтузиастам и любителям от автозвука, и звука вообще, в принципе, сформировались вот некоторые примерные значения. Так, для 12-10-дюймового динамика лучше выбирать QTS примерно 0,4, ну где-то вот в этом районе. Если больше, там 15-18, тут уже нужно смотреть в районе 0,3, а для восьмерок подойдет до 0,5. Следующий, очень важный параметр, это резонансная, собственная резонансная частота динамика, или Fs. И тут нужно понимать один нюанс. Чем ниже мы уходим по настройке от Fs, тем раньше динамик будет выходить на ход, вот, отходя от своей настройки, итоговой, в нижнюю сторону. Таким образом, можно очень быстро дойти до Xmax, или до максимального хода динамика, при этом на совершенно небольших мощностях. И тут может вот получиться такая штука, например, мы взяли динамик с высокой резонансной частотой, настроили ее гораздо ниже, настроили четверть волновей гораздо ниже, и стали слушать музыку. На частотах, которые уходят еще пониже вот этой нашей чуть-чуть непосредственно настройки, динамик начинает выходить резко на ход, при этом ему для этого большой мощности не нужно. И получается, что динамик уже исчерпал свой максимум вот этого Xmax, а мощности он еще даже не дополучил то, сколько он мог бы переварить. Или может быть другая вот картина, то есть динамик играет, все хорошо, но громкости недостаточно. Начинаем крутить рукоятки, подавать больше мощности, динамик выходит из строя, рвется. При этом катушка бы еще могла выдержать в два раза больше, ну, к примеру. То есть происходит недогрузка динамика по мощности, громкости не хватает, в общем, это не то, к чему мы стремимся. Поэтому, подбирая динамик по резонансной частоте, нужно знать, чего вы от него будете хотеть. Но здесь тоже есть один нюанс. Дело в том, что в отличие, опять же, от закрытых ящиков, различных фазоинверторов, резонансная, собственно, резонансная частота динамика в оформлении ЧВ, она не возрастает, а наоборот падает. В случае, если, например, вот с этими распространенными корпусами, если у нас объем воздуха работал как пружина, и чем меньше его было, тем она как бы была более упругой, и тем выше поднимала итоговый ФС. В данном же случае объем воздуха, или сказать, масса воздуха, которая находится в этом нашем порту или порте, она является дополнительным грузом для подвеса. И другими, грубо говоря, подвижная система динамика становится тяжелее. То есть, когда он движется, вот этот воздух, он работает как прицеп. И в связи с этим снижается вот эта самая резонансная частота. Поэтому слишком низкую тоже брать нецелесообразно. Так как в отдельных случаях она может снизиться до 30 или даже 40%. И поэтому есть следующие рекомендации. Для десяток и двенадцатых сабов это, как правило, 25-35 Гц. Если саб побольше, то это там 20-30 Гц. Для восьмерок можно выходить на 40. Разумеется, эти цифры не являются жесткими рамками. И можно использовать динамики, которые не попадают в какой-то из этих диапазонов. Но здесь нужно понимать, что и как работает. И что в итоге вы хотите получить от динамика. Друзья, наверняка вы помните, что ваше распространение видео и подписки помогают делать новые ролики. Также не забывайте про группу ВКонтакте и про Инстаграм. Ссылки, как всегда, внизу. Пару слов по поводу эквивалентного объема. Да, он не является сильно значимой характеристикой при выборе динамика. Но все-таки рекомендуют не брать сабы со слишком большим эквивалентным объемом. Потому что это, как правило, мягкие очень динамики с низкой резонансной частотой. И с низкой и с легкой подвижкой. Такой динамик хорошо бы подошел для закрытого ящика или фазоинвертора, в которых как раз эта резонансная частота поднимается. Но, как мы уже говорили выше, это будет не лучшим решением для четверти волновика. То есть, саб мягкий, подвижка легкая, контроль не будет не самый лучший. И мы можем получить все эти проблемы, про которые говорили до этого. Вот такие общие рекомендации. Надеюсь, это видео вам было полезным или хотя бы интересным. Я попытался дать вам общее направление и общие принципы подбора динамика для четвертьволнового резоната. Это был канал Доктор Бас. Обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok